Синвокер, корок бегает, не хватает мана абсолютно Нажимал еще один клэп Бежит пока что, доживет, пытается прохиливаться У соломана мана нет абсолютно, он с думы воевать больше не хочет И поэтому корок покупает себе пауэртресс и просто уходит в район базы Вот это поворот, сейчас у него дума появится таким образом И будет готов Переходить куда-то, делать что-то еще 0-1 счет в итоге Очень неприятная ситуация для Эмпайр, вовсе не ожидали они, что Соло дум будет такой большой проблемой, но корок славится своей агрессивностью Эмпайр покупает смок, готова куда-то бегать Вот здесь овес вон флай ставит ворды, получает игнать за это Райза закупается Летит ботинок, летит варежка Как я понимаю перчатка будет на Амидас все-таки Здесь нужен будет быстренько рано, а Амидас в этом плане поможет Лекам пока доделает свой Ладмир с офферинг А пока что 6 уровень у него слишком далеко Ну а Дум в лесу Дум доволен тем, что у него было на лейне То есть сходил забрав из блатка, купил себе пауэртресс Пошел в лес, в лесу можно немножко поджанглить Дум у него уже есть, он готов куда-то бегать Здесь кстати у вора из неприятности, надо звать Дума Дум собственно торопится, бежит Скандал с дабл дэмажем Стан далее, приходит Дум Ультимейт на скандала, санстрайк И скандал погибает Дополнительный опыт, дополнительное золото Получает корок Погонить, теперь зафлайм Дум должен его догонять, учитывая что у него пауэртресс Ему один дарт достаточно сделать, учитывая колд фит Ну и в итоге застрял этот Дум Действительно застрял, фейсбутс не купил, купил пауэртресс То есть в итоге выбор ботинок все-таки оказался ключевым моментом Здесь идет мимо трупа Веншов Спирит, который здесь неожидно валяется Просто ее добил Огрмаг Надо расходиться Здесь Йоку кстати находит Фогда, Фогда добивает Здесь же бегает еще и Огра, сейчас полетается Ален Здесь корок ходит на лох и пеп Импайр просто собирается сейчас фраг из карты Еще и Огра догнать было бы замечательно, но Огра уже убегает вроде бы Загуляли немножко на вес, это проблема Так, такое чувство, что Твич просто погиб Давайте попробуем еще раз Пока что с ней запытается зарабатывать опыт на свой асбласт Разве неприятности Скандал готов по кулдауну тратить на нее прайм аррор Сайлент готов всегда помогать То есть Сайлент все-таки не стал покупать себе Мидас, купил себе пауэртретс И такая боевая у нас будет Фантом Ассасин Отправлять фармить дальше Ладно, вроде наконец все заработало Перестаем паниковать Так, ну что, счет 4-3 Давайте пересоберемся Здесь Сайлент на первом месте по Нейтворцу Дум забирал, тем не менее Все сбат у Дума, все замечательно Он уже седьмого уровня тоже Все не так и плохо Лекам фармил, фармил Нафармил себе Ладмир Софринг Пока что отправляется в лес Оставляет военные саппорты и всем остальным А на аразе постоянно набегает, нападает Птица здесь висит И каждый раз можно к нему приходить Можно прайм аррор на нее тратить и убивать До прайм аррора 20 секунд Пока что здесь соло делает отпл Ходит со смоком Смок, если что, нажмет Можно будет позвать даже Сайлента на мид У Сайлента есть, телепорт Он может прилетать Но Сайлент пока что находит Фокда Начинает от нее критовать Критует по две сотни Санстрайк Санстрайк прогоняет Сайлента Прилетает сразу же Дума И можно тратить с ультимейт Сайлент застрял в кустах Начинает носиться там Здесь можно проедать деревья Ну и просто удар Мисс И убивает Шакуя Массатира Фокд выжил Самый главный Фокд Плюс еще и опыт Получил немножко Что тоже Должно быть приятным Для навес Однако пока это происходило Потеряли угромага Здесь активные размены такие Ну и скандал скоро будет Блинк 1700 у него в кармане Думаю возвращается Точнее не возвращается Так он остался на ботом лейне Ждет когда И где появится Сайлент Но Сайлент просто пешочком Выезжает в район меда Праймер сплит есть Можно опять инвокер Попробовать убить Но инвокера нет Инвокер в лесу фармит Райс понимает Что сейчас его будут убивать Скорее всего Что Кулдаун на Праймер роере Совсем мелкий Праймер сплит Праймер ро Лекан пока что в игре Особо себя не показывал Надо продолжать Фармить слоты Пока что доделать себе Портрет Саш Несет себе телепорт Я думаю скоро куда-то прибежит Либо В Тауру начнет где-то Выгрызаться Либо На Рошана падет Дабл дамаж Забирает Угрмак У Коррока 1800 Это думаю Одна большая проблема Будет для Эмпайр Что и последним пиком Взяли Для них это было Большой неожиданностью Плюс еще Тон соло Дуалейн здесь гонял Салент создавал неприятности Надо его убивать Вот как раз салент приходит Начинает обрабатывать думы Здесь план перехват Выходит сейчас И смока товарищи Я думаю здесь не уйдет никуда Напоследок Хотя ультимейт дает Ультимейт на салент Само понятно что погибнет Стом получил Праймер ор Всего этого дума сливает Он очень плотный Он долго жил Если летит айс бласт Айс бласт похоже Не попадет вообще ни в кого Уже ожидали что задумываем Здесь будет погоня Что проживет он дольше На минутку Ну и все Есть тавер Можно расчищать Раз никто больше сюда не придет Пока это происходило Ликан каким-то непонятным образом Убил пака Чуть ли не соло Судя по всему Пак тем временем Успел купить перед смертью даггера И в принципе сейчас вернется Будет готов Нападать на седать Ломает им партир один Ликан готов меняться Пытается здесь Жуе тавер Тавер проседает довольно быстро Надо помогать Тенче топорич Но фокус просто стоит Сзади и ждет Придет ли Придет ли хоть кто-нибудь дефать Сюда уже торопится Огромак Вот он пак Ну пак и есть блинк Рядом еще сонфлай Скорее всего Тавер придется отойти Так дримкоил Телепорт забивает А шо Пошел расплитер Будет сейчас очень больно ликана Айс бласт не пытался напугать Но От айс бласт Похоже пак просто вернулся Так Санстрайк О, сонфлай Все еще живет На нем игнает Его доедает просто волками Точнее Огромак его игнает Им дожег Фокус пока что просто стоит Бьет птицу А бестмастер идет И бьет его друга Огромага Замедляет его кабаном Дабл кидл для Йоку Погоня дальше за Фокусом Блинк есть Можно продолжать агрессивно набегать Напрыгивать Скандал тоже с блинком То есть двое Из ларца Одинаково с лицами Но не то чтобы одинаково Один бородач Другой вообще непонятный дракон Фокд гонит чуть ли не до базы Прогоняет его скандал Здесь вард поставили То есть сейчас весь лес дайров Будет контролироваться Эмпайр А самим на вес Хотелось бы еще пофармить Этот самый лес Здесь пока что Ну кстати Уже девятый уровень инвокер Уже есть два форспирита Уже Коть что-то Эликан тоже вроде богатый Но если убьют его сейчас еще раз Будет это уже неприятно Другой вопрос Убьют ли Здесь как я понимаю Все же на мид Нацелились Эмпайр Сейчас Сален параллельно Дофармивает Свой Бэтлфьюри К нему прилетает Поддержка Прилетает к нему Скандал Здесь рядом Смоке сидит Вейт Так Влетает скандал Праймурор на дума Выходит Огромак И понимает Что сейчас он просто погибнет По такой же схеме Как погибал дом Прокастовывает Два мультикаста подряд Айсбласт пошел Саленто И Саленто рассыпается То есть в принципе Это того стоило Учитывая что убили Саленто Аликан съел тауэр Дримкоил правда Получил Фокт Пытается воевать с Паком Дал ему Кулдфит Пак перепрыгивает Все это хозяйство И Фокт так и Погибнет здесь Что бы он не добил Он Пака Санстрайк Санстрайк был отличный Но Йоку успел уже Отпрыгнуть В последнюю секунду Можно сказать Приходит Соло Надо прогонять Ликана Иначе Ликан просто съест Тир-2 Рядом еще и Флай Стан дали Дерст литера просто нет Мана вообще нет Больше ни на что Поэтому Ликан превращается Волка и пошел грызть Получается Томп У Аши теперь маловато ХП как-то Еще один стан Пора бежать Так, свап За ним гоняет Теперь еще и Сайлент Но Сайлент прыгнул На Соло Вместо Вместо Ликана Был Санстрайк В попытке убить Лову Сванфлай Но смог нажали Напоследок И Это ускорение Немножко помогло Как я понимаю Ну что Смотрим графики Пять сотен у Эмпайр Ладно Нормально Где-то сотни-полторы У Эмпайра Преимущество по золоту Ну где-то в районе Шести-семи сотен Преимущество по опыту То есть преимущество Пока что есть Несмотря на то что Первый по Нетворцу Это Коврак и Ликан Ликан на этот раз Избежал смерти Но становится понятно Что Эггис все-таки нужен И отправляется В район Рошана Здесь стоит скандал Который готов Птицы всегда показывать Птица висит Можно убивать Огрумага Можно вместе с Соло Попробовать Это даже сделать вдвоем Несет Какого-то более традиционного Метавр Сайлент Сайлент пока что не додел Сайлент пока что не додел Свой Баттл Фьюри Учитывая что он Пауэр Трэс Собирал Оно и понятно Так Здесь Праймер Рок Арайз просто склопается У Соло тем временем Неприятности И Соло надо добить Соло догорит Стогнается скорее всего Так Слип Засыпает Которг Засыпает Здесь Чеогр Метавр Под это все дело Сломали Однако прибегает Ликан Ликан готов Прям таки драться Только не догнать Никого пока Грызет он Флая Флая если что Сейчас просто даст Слип В вышку уперлись И пора расходиться Собирались Они Дэв Смит Но не ожидали Что на них нападут Аж где-то в районе Сир-2 То есть аж здесь Мы убили Нокера Скандал там подбирался К нему очень долго Сбас летит Но даже если Падет Флая будет не страшно Какого не хватает Отходят тем не менее На всякий случай Чтобы время не терять Чтобы сразу же Лететь куда-то И Салент продолжает Свою фарм Сейчас есть второй ультимейт Уже криты более-менее Сочные сейчас пойдут Доделают Баттлфьюри Наконец буквально 9 монет осталось 10 И там уже До Блэкинбара Останется недолго А на вес Как-то они запнулись Я считаю Что пока что У них Несмотря на отличный Начало Несмотря на то Что до сих пор По Нетворсу Ликанс думаем первые Они рискуют Потерять инициативу Притом инициативу Они потеряют Я думаю Довольно быстро Учитывая Смоки отправляется Скандал Опять на свое Похождение Так Находит Рор Минус армор Топоры И все Это минус Можно идти дальше Есть дум Ультимейт дает Йоку Айсблаз полетел Йоку скорее всего погибнет Сап Спасает его соло Плюс Стан дает Вкорока Арсплитером Просто прогоняет Йоку вживает Если бы попадал В айсблаз Скорее всего Уже Без шанса Было Соло Доедает Дум Просто левел десом Самое главное Что пак живет Тем не менее Хоть какой Никакой Но размен Йоку Появляется Как блинк Так есть Теперь еще И поинт бустер Ликан Пять сотен До блэкинбара Когда появятся Слоты Когда появится Блэкинбар Как минимум Здесь давайте Посмотрим Что Пожалуй Самая большая Проблема Это инвокер Который не информит Никак Некрономиканов Когда будут Некрономиканы Можно будет уже Бежать нападать Но будут они Судя по всему Не так Скоро Как хотелось бы Раду Курьер Там 10 тысяч Рецептов Сразу несет Нет Такого Не происходит Ну и пока Здесь Комбинация Санстрайк Айсбласт Подловили Убили Притом Похоже Просто без Каких-то контролей Просто нашли Его Дали Вижен Айсбласт Кстати помню Была у нас Такая игра Уже Где Инвокер Сэнштопарычным Аж на базе Убивали То есть там Какой-то саппорт Вроде Кристалмейден Он респаунится И сразу же в респаун Прилетает Айсбласт Сюда И сюда же Санстрайк И И так Он ничего Ничего Не мог Сделать Так На Арайза Все Видим Прекрасно Гем Есть Скандал Он особо Не разумал Арайза Погибает В очередной Раз Приходит Дум Сразу же Ему Стан Сразу же Прогоняет Свапает Его Обратно Под Фантом Ассасин Летит Айсбласт Пожалуй Надо Разойтись Отходит Айсбласт Айсбласт Рядом Флай Но Флай Информации Нет Абсолютно Никакой Бестмастер Своей птицей В районе Топа Так Посмотрел Теперь Нашел Всех Увес Он Флай Говорит Что там Ликам Бьет Рошана И там У Рошана По хп Еще Битя Увес Несколько Секунд Как Минимум Сможно Попробовать Что-то Делать Но Самого Он Флай Находит Заблинка Влетает Дум Ликан Забирает Эггис А Сайлент Забирает Топ Тауэр То есть Традиционный Размен Топ Тауэр На Рошана Раз Мы успели На Рошана Заберем Топ Тауэр Появляется Яша У Сайлент Довольно Интересный Вариант То есть Пол Блэк Кимбар Видно Что не Торопится Да и В принципе Необходимости Нет Особенно Учитывая Что Инициатива На их стороне То есть Влетает Пак С Блинка Вылетает С Блинка Бестмастер Кричат Дают Дремко Дают Сайлент Ну и Фантом Ассасин Остается Только после Всего этого Войти Файт И Вырезать То что Там Стоит В контроле Если Инициативу В какой-то Момент Перехватить Навес Тогда Действительно Будет Проблема Расчает Скандал Варды Ходит Саймгем Лекан Блэкинбар Купил Вроде бы Есть Айгес Вроде Готовы Драться Но С инициацией Небольшая Проблема Инициация Это Только Дум В основном То есть Это Дум И Это Аст Бласты Явно Недостаточно При том Что Дум Скоро Доделать Себе Огоним И Будет Довольно Действительно Неприятно На Посмотрим Появится Ли Рефрешер Так как Нет Настолько Скажем так Внезапных Товарищей Кого то Вроде Бэтрайдер Кого то Вроде Кентавра На вес Остается Только Фармить И Ждать Что Будет Дальше Пока Что Даже Попыток Нажать Смог Куда то Внезапно Выйти Что то Сделать Просто Не Был Смог Есть Огрмаг Притом Огрмаг Пожалуй Основной Претендент На то Чтобы Выседать Стан Хоть Как Кого то Поймать Скандал Просто Пошел Убил Дума Притом Убил Соло Пока Дума Фармил Скандал Дает Понять Что Мид Бестмастера Мы не Видели Достаточно Давно Пока Не Стало Появляться У нас С Недавних Игр Империи Вот Вторую Игру Подряд Уже Показывает Что Не Зря Мы Эту Героя Дают Не Зря Отправляют На Мид Людей По Карте Просто Находит И Убивает По Кулдауну Свою Прайм Аруру Готов Бежать Куда Угодно Пока Что На Топе Они Устраивают Мини Осаду В Дайм Салент Заливая Скандал Бутылки Салент Но Учитывая Что Есть Аура Здесь Аура Падет Довольно Быстро Аура Притом В Макшен То Скоро Будет Рецепт На Некрономик У нее Появится Некрономик Ну а Команда Бежит И Если Что Поможет То есть Тауэр Нельзя Деф Ни В коем Случае На Виэс Зажатый На Базе Что Им Дальше Делать Не Совсем Понятно То есть Просто Потому Что Есть Такие Серьезные Инициаторы У Эмпайр Эмпайр Просто Захватили Всю Карту Сейчас При том Что Фармить Продолжают На Виэс И Вроде Слоты Есть Подраться Как-то 2 на 2 3 на 3 Вроде бы Можно Но Пока что Применить Своих героев Толком Они не могут Пока что Они живут Только на том Что Фогд Разбласт Тайсбласт Своей По кулдауну Фогд Кстати Есть Пойнт Бустер Но Догоним Еще Очень Долго Я Одним Этим Нечто Парижным Явно Свет Не будешь Поэтому Надо Продолжать Фармить Надо Покупать Слоты Ну а потом Уже Будем Смотреть Как Все Это Будет Работать То есть Получится Преодолеть Эту Силу Инициации Импайр Как-то Либо Контр Ганг Спытаться Потому Что От скандала Здесь 300 У нее Денег Парами Тройками Начинает Примещаться На вес Видно Что Боятся Видно Что Аккуратно Ходят Крикам Пытается Дать Вижен Своими Волками Но Волки Это Все Не Птицы Бестмастера Ну и Все Теперь Пора На вес На топ Потому Что Саленд Готов Здесь Ломать Тир Три Вырезает Здесь Саленд Крипов 15 Спай Но На вес Похоже Приняли решение Что мы Пойдем Хотя бы Один Тауэр Заберемся Ломал Ликан Здесь На топе Вышка Достаточно Давно Уже И Надо Продолжать Все По вышкам Хоть Как-то Работ Я думаю Эмпайр Будет Готов Разменяться Разменяться Можно На мид И плюс Еще Можно На топ Попробовать Кого-то Отправить Потому Что На топ Действительно Надо Будет Бежать И Лететь Поэтому Эмпайра Отдавит Вышку Снизу Айсбласт Летит На мид Если Вышка Уже Добивает Салент У Салента Нет Блэкинбара Поэтому Салент Надо Сейчас Скорее Все Бежать Приходит Ликан Сплит С него Сразу Снимает Ликан Пошел Вгрызаться Вгрызается Скандал В основного Обидчика Получает Дринкойл Праймурор Тоже есть Можно вернуться Можно дать Но скандал Пока что Не хочет Там Бежит Еще и Дум Дум Кстати Вместе С Огромагом С инвокером Убивает Они Соло Неожидан Нападение На Салент Салент Прыгает На Пака Вниз По клифу Опять Через деревья По такой же схеме И уходит Малокрови В принципе Отделали Семпайр Потеряли Только Венфо Спирит Но А то они Саппорт Чтобы Спасать Своих Кэрри Ну и все В следующий раз Будет Блэкинбар Яша был Для мобспида Для атак спида Для мобильного Социального Был настолько уверен В себе и своей команде Что Не пожалел Должился Йолу Титана Йоку копит На Сайфвайз Сайфвайз будет Достаточно скоро Полторы тысячи осталось И даже не полторы тысячи Меньше даже Надо позвать Скандал Надо продолжать Вот он летит Блэкинбар Для Сайлента Надо получить Здесь кстати Дум получает Соло Не лучший Таргет для Думы Пак возвращается Дэв Сайлент Полетели криты По 8 сотен Дефнинг бласт Ответ Орспитер Орспитер Чибул Заплющил здесь Корока Мультикаст Отогра Прибегает Наконец Аж Аж С дабл дэмажем От него надо просто бежать Скандал блинком Невок бегает Бегает Вроде быстро Вроде на хейсе А вроде убить никого не может Получает просто Прайм урора И Блэкинбар Закончится Сейчас как бы сам не погиб Ножком его прогоняет Просто своим даггером Фантом Ассасин Ну и с разворота Можно пробовать ловить Дримкой он ловит Здесь Орайз Орайз Сразу пытается Телепортироваться Успевает Влететь Не успев Второй удар Нанеси Салент А вот Огр Уже никуда не улетит Правда Изблаз полетел И Салент Сейчас проблемы Надо скорее всего Придется трассить Блэкинбар Какого уровня Я не штопоречен Самый большой вопрос 11 уровня Нет все таки Выживает Салент Двоих потеряли Расставляет Варды Йоку Ну и как на графике Все это выглядит Тысяча В Empire Видно что на вес Было преимущество Как раз по золоту Но это преимущество Было довольно давно И они его уже растеряли В Doom есть Персеверинс Он продолжает копить На свой рефреш Но посмотрим Получится ли его Эффективно использовать Чем больше 2000 По опыту Тоже Empire Так Здесь погоня Прям за короком Хотят его найти Не успел буквально Чуть-чуть поднять Юлу Сбить телепорт Лосонфай Но здесь уже такая погоня Что пора просто бежать Ну и кстати За соло В принципе и так понятно Что соло здесь Какой-нибудь Фу Спирит Для жертвоприношений 0-6 у него счет Но если он погибнет В то же время Здесь будет что-то Производиться Либо ворды будет И он ставит Давать пространство Либо Ходить показывать Где кто-то находится На себя перетягивать всех Это в принципе не страшно То есть Сайлент уже Даже настолько наглеет Что готов фармить Вражеских хеншинтов Учитывая что Он знает где была Ваншфа Спирит И где были все остальные Здесь правда Смогганг происходит Нажали смог Видно было прекрасно Все это птицы Так появляется на бестмастера Бестмастер на себя Принимает ум Такой и был план Потому что рядом Сайлент ждал И Сайлент начинает Всех резать Правда летит Айсбласт Это и убивает Бестмастера Сайлент продолжает Обрабатывать думы И думы убивает Гем забрал Можно на агромага Пока Блэкимбар Но наверное Все таки не стоит Рядом сейчас еще Придут товарищи Как раз рядом Ходит Ликан Ликану находит Йоку Готов убивать Курьера Убивает сначала Курьера Курьер не смог Сайд вывез Теперь на Ликана Все это время здесь Сайлент ходит И команду удерживает От помощи Ликана Ну и Ликан приходится Трассить Блэкимбар Иначе бы он просто погибал Начинает носиться за Соло В своем ультимейте Пока это происходит Сайлент просто убивает Инвокера И готов гоняться дальше Опять потеряли Соло Опять по той же схеме Что Соло погибает Все остальные делают дела Ну и Ликан приходит Сейчас закончится у него ультимейт Перевращается обратно в человека Можно ловить Ножик полетел Но уже слишком далеко Он забрался Сайлент настолько Кораблица не стала Что прям на хайграунд Влетать В троих Но в любом случае Остался последний Внешний Тауэр Внешний Тауэр Добить притом не проблема Рошан появится Буквально через секунд Десять Здесь как раз даже Стоит его Сонфлай Просто смотрит Когда же будет Уже этот Рошан Влетает И Сайлент Стоит ли уходить Или стоит здесь Подождать немножко Рошан действительно будет Через несколько секунд Вот он же и Рошан Вернется ли Проверит ЛД Систан Сейчас узнаем Рун забрал Все Информация про Рошана Имеется Надо бежать И просто фармить его Санстрайком Проверяет Эйр Айс Санстрайки Летят от него Вроде неплохие Каждый раз Но в то же время Саммон Уокер Семи раз погибал Семи раз его Находил постоянно Скандал И его друзья Так Айс Бласт Мин с армором Помогает Соло И Рошан Здесь падет Очень быстро Забирает Эйгис Салент Ну и все В принципе Можно идти И драться смело Импайра ничего Не держит Абсолютно Следующий слот И будет еще не скоро У Салента У него тысяча золота Пока только То есть можно подраться Можно даже Эйгис В принципе попробовать Реализовать сразу же Это последний Внешний тарер И можно прям таки На хайграунд Пытаться вламываться Это будет не так удобно Давайте кстати посмотрим Как дела с рефрешером Да и 300 Дума Так Дума свапает Как-то странно Свапнули Что в итоге Все так и осталось Тем не менее Салент на Корока Корок успел дать Нет не успел Он дать внимацию Просто погибает Там получает криты Какие-то Минс Огр Маг Выкупается Дум Огра уже нет Фогда прогоняет Ну и Салент Просто летает По всей базе И всех расчищает Фогда Добил Аж бежит просто Салент замерз Салент В неприятности Дум после байбека Просто разрубает Разрубает Салента Притом там похоже Пак Где-то от этого Дума погиб Где-то было У меня Дума похоже был дан Ну и Салент живой Башери есть 3000 в кармане Можно дальше Наседать на вышку Знаю что Айс Бластов не будет Так выходит Аж Рядом Дум Аж моментально Получает баши И сразу же Отправляется обратно Откуда пришел Летят ножики Блокимбара нет Но тем не менее Тир-3 сломали Все Салент Командует отступление Пора отходить Летит Айс Бласт Это убьет Он успел дать его Думу То есть как минимум Своим Отступлением прикрывает Ну и Салент развернулся Дать ножик Таким образом Санстрайк по ним не попадает Там куда-то в сторону Был Санстрайк Наконец-то расходится А в следующий раз Будет еще и третья Некрономика То есть все будет Еще активней Только проблема в том Что у Дума Может быть и рефреш На этот раз Эмпайр отыграли здорово Как только увидели Коварка Мы металли на него Впрыгнули Сдали в него Вообще все Туда прилетел Салент И начал просто Коварку уничтожать Убил его слишком быстро Думаю в итоге Достался паку Кстати как там дела С Аганимом? Да Аганима кстати Не так и долго осталось И кстати соло возможно Погибнет Получил он комбинацию С Баста С Санстрайком Я думаю будет жить 1300 ХП у него Выживает соло Иначе бы Аганим был бы Прям совсем скоро Фокда Отправляется в лес Надо дофармить Скорее с лоты Ну и кстати С Аганимом Войнш-то Париш Но и с рефрешем На думе Вот шансы В принципе Повышаются в разы Притом Агису Эмпайр Больше нет уже Не настолько смело Они себя будут чувствовать Если пока что Линкен Делает себе салент Иного способа Избежать думы Просто нет Блэкинбар нажал На думы прыгаешь Ну и ждешь Что будет дальше На соло вообще с блинком Ладмир Софринг Не стоит недооценить Этот артефакт Когда В матче есть Фантом Ассасин Что салент Вихилису будет Притом Вихилис С своих критов Он будет очень серьезным И вот он и гоним Наконец-то Погда Дабл дэмэж Кстати лежит на речке Можно его отдать саленту И тогда будет все Совсем любопытно Там интересные цифры будут Двадцать первого уровня Фантом Ассасин Ну вот они графики В районе восьми тысяч Уэмпайр Санстрайка из глаз Соло теперь гарантированно Не выживет В районе восьми тысяч По опту Так ну 17 секунд Хрустит Да хрустит ли сейчас Такой вот вопрос Вроде был на пол хп Когда вошла вся комбинация Ну и живет вроде Потропился я Своими заявлениями 1200 хп Уже Увеншфу спирит Уже Довольно плотный В прошлый раз Он был на лох хп Когда получался комбинация Собственно Поэтому как-то Недооценил Волки Можно даже следующей Птицы подождать Здесь смоки Стоят все импайры Они готовы Впрыгать на кого угодно Гигантский Просто некрономика Набегает у бафа Некрономика на инвокера А лекан покупает себе башер Такой раз Есть у него достаточно давно С башером Хоть как-то Можно будет подраться Но я думаю Нужен будет Манки кимбар Сейчас закончится Мог здесь Инвокер как раз И выводит Свою живность Показывает просто Где кто находится Так идет соло Ставит вард Видит лекана Свапит вместо этого огра Соло в себя все впитывает В нее сдает Весь проказ свой инвокер И сайлент Блокимбар влетает И готов лекана бить Раз крит на 1300 Два крит Лекан теперь пора бежать Как-то он понимает Немножко задержался Сайлент обратно Блокимбар правда потрачен А вот то что думы Здесь убили Это уже большая проблема Для На вес 8-7 секунд Не будет этого дума Байбэк у нее Просто в фулдауне Моноберн дали Но барак уже не спасти Праймурор на себя Площок орок Попытку сделала На бати всех По хитрому сзади Дать два ультимейта своих Но в итоге Его Прекрасно видели Сломали нижнюю сторону Теперь по миду просто идут Сайленту надо отойти Иначе замерзнут Скандал с дабл дамажем Почему-то ему досталось Эту руну А не Сайленту Вроде бафы идут Вроде бы и хал Есть и челлинг тач Все замечательно Далда с четвертого левела Но толком подраться Просто нельзя теперь Мидасы им поедают Уже форспиритов Ну и вторая сторона Точно по такой же схеме падает Пока что фортифай Ждут дума до сих пор Полминуты Сейчас откатит свой нокер Проказ готов Он будет метеор свой заливать Так Айсблаз летел Я думаю там сейчас У Сайлента Блэкинбар будет уже Он у него в принципе уже есть Уходить или драться Такой вот вопрос Так Входит уж Сайлент свой Блэкинбар Впитывает весь проказ Тэнвокер Он не замечает абсолютно И Айс Вынужден Юлу Свою жать Чтобы жить Пока это происходит Можно попробовать Убить Фокду Сайлента заканчивается Блэкинбар Огру надо спасать Но там Ленкинсфера И Огру сам точно так же погибнет Минус пять Джи Джи Гуд геймлплейт Говорят на вес Видно что Отсутствие инициации Было для них просто Огромной проблемой Очень агрессивная Лайна была от Эмпайра Что с блинка влетает Мастера ему отдавать Возможно не лучшие идеи Герой казалось бы Давно позабытый Но в то же время Герой всегда полезный И в умелых руках Огромная опасность Представляет